Вопрос в том, что Эрих Мендельсон немецкий архитектор? И Эрих Мендельсон, человек, которому пришлось совершить исход и очень много перемещаться, на самом деле правильно было бы на этом слайде написать «Германия, Англия, Палестина, США», потому что понятно, что германскому еврею после 1933 года нужно было переместиться или погибнуть. И в связи с этими обстоятельствами, например, не сохранилась ранняя документация его жизни. Нет фотографий родителей, братьев и сестер. Мы только знаем, что родился Эрих Мендельсон в Восточной Пруссии. Сейчас вот этот город Аленштейн находится на территории Польши. Я вот не могу воспроизвести его польское название. Родители были достаточно преуспевающими людьми, то есть не богатыми, но уважаемыми членами сообщества. У отца был магазин мужской одежды и военной формы и всяких предметов обмундирования, а мать была шляпницей, делала шляпки. И отец настаивал на том, чтобы Эрих стал бизнесменом и отправил его учиться в Мюнхен изучать экономику. Но уже через год, почувствовав, как-то больше осознав себя, Эрих Мендельсон решил, что он хочет быть архитектором. Уехал учиться сначала в Берлин, в высшую техническую школу, потом вернулся в Мюнхен, тоже в высшую техническую школу, продолжал там учиться на архитектора. В те годы, собственно, до 1908 по 1911 год, и как раз тогда в Мюнхене, скажем, действовала художественная группа «Синий всадник», и он был знаком, общался с Паулем Клеем и с Василием Кандинским, и вот это искусство довольно сильно повлияло на его формирование, на его ранние работы. Но, тем не менее, вот это первая построенная работа Мендельсона в его родном городе, очень скромная, два таких домика при входе на еврейское кладбище, в одном из них ритуальный зал, в другом просто домик привратника, и архитектурно ничего особенного, кроме очень большой простоты, не характерны для этого времени. Ну и также важно, что с самого начала заказчики, ну и до самого конца, заказчики Мендельсона преимущественно евреи. Понимаете, вот для него, мы обычно не говорим о национальности архитекторов, мы говорим о локальных традициях, модернизм вообще стремится к интернациональности, но в этом случае национальная идентичность очень важна, она сказалась на круге заказчиков, которые практически все были евреями, и Мендельсон всегда чувствовал поддержку еврейского сообщества, и с другой стороны на том, что он был аутсайдером в кругу германских архитекторов 20-х годов, хотя он был очень успешным, его много публиковали и так далее, но он не был своим, его не брали, например, мисс Ван-де-Рой не пригласил его участвовать в проекте Вайсенхофт, вот этом образцовом поселке, построенном на строительной выставке в Штутгарте в 1927 году. Когда организовывался СИАМ, международный конгресс международной архитектуры, туда пригласили всех крупных архитекторов-модернистов, не позвали его, и, конечно, это вот такое особое положение, и еще одно обстоятельство, но в котором мы убедимся в ходе лекции, это то, что, смотрите, не существует еврейской архитектурной традиции. Народ, столько времени проведший в России, неестественно усваивал архитектурные традиции тех стран, где жили эти общины. И Эрих Мендельсон проявил невероятную способность реагировать на особенности тех стран, тех местностей, где он работал. Его германские работы отличаются очень сильно от его английских, от его, так сейчас скажем, израильских, тогда это была подмандатная Палестина, и от американских тоже. То есть он везде очень стремился почувствовать местность и отреагировать и на климат, и на какие-то даже, ну и на культурные особенности тоже. Вот, получив в 1911 году диплом архитектора, он, кроме этого маленького заказа, особенно не мог найти себе работу, вообще думал заняться театральным дизайном. И его очень интересовал авангардный театр, но в этом он тоже особенно не преуспел, но вот среди ранних каких-то работ сохранившихся, это большое количество эскизов костюмов для костюмированного бала в Мюнхене в 12-м году. И мы видим, что стилистически это скорее Арнуво, да, с, может быть, какой-то отсылкой и к вот той античной эстетике, которая в это время привлекала многих художников и архитекторов. Но по манере исполнения, что тут еще мы видим, ну, склонность к, может быть, экспрессионизму. Фотографий родителей нет, и самым таким важным близким человеком в жизни Мендельсона была его жена Луиза Масс. Поженились они в 15-м году, то есть во время мировой войны, на которую Мендельсона призвали прямо в 14-м, но во время отпуска он оформил брак с Луизой. Она была виолончелистка, музыкант, и у нее был довольно обширный круг знакомств, из которых она находила первых заказчиков, нашла первых заказчиков для Мендельсона. Она же устроила первую выставку графических работ его, его таких еще совершенно концептуальных архитектурных эскизов. И она же устроила первую публикацию, то есть очень активно участвовала в становлении карьеры своего мужа. Они вместе путешествовали, вообще Эрих Мендельсон невероятно много путешествовал, в том числе и в начале 20-х годов, мне вот не стало понятно, я хотела это выяснить, но недостаточно, видимо, надо глубже рыть источники, почему он мог себе это позволить. Но в начале 20-х годов он едет в Голландию, в Штаты, в Палестину и заодно в Египет и очень сильно расширяет свой кругозор и круг профессиональных контактов, и везде его сопровождает жена. Вот у них было две дочери, вот женщина, которая смотрит на нас, я не очень понимаю, кто Луиза, очевидно, сидит в профиль, ну и две девочки, это их дочери. И видите, это такая семья, настоящая крепкая семья, там были всякие эпизоды, но вот это очень важно все-таки, чувство вот этой семейной крепости и желание устроить жизнь этой семьи наиболее комфортабельным образом. Это сказывалось, например, в том, как он проектировал жилые дома. И вот здесь Ирих и Луиза уже в Иерусалиме, ну и, в общем, так до конца жизни они и были рядом. Значит, возвращаясь к началу, да. Вот в 14-м году, после начала Первой мировой войны, Мендельсона мобилизуют. Моего счастья все-таки в качестве инженера военного, а не какого-то, да, человека, который активно принимает участие в боевых действиях. Его послали сначала на русский фронт, потом на французский. Вот, на прошлых лекциях я уже говорила, как важен был сам факт мировой войны и особенно опыт мировой войны для тех архитекторов, которые реально не побывали. И вот для Мендельсона, очевидно, одним из способов самосохранения психического было продолжение архитектурного творчества. Он нарисовал за это время сотни подобных таких эскизных проектов, причем, ну как это все, да, это все на фронте происходит. Рисовал он преимущественно на папиросной бумаге. Это крошечные такие почеркушки, очень экспрессивные. И вот этот стиль, он и способ подачи, он сохранил до конца. То есть, когда у него уже была полная возможность работать в комфорте со всеми инструментами в архитектурной студии, для него все равно работа над проектом начинала с такого рода рисунков. Он всегда архитектурную идею выражал прежде всего вот в перспективе, не в плане, не в фасаде. То есть потом начиналась уже разработка, главным для него была перспектива. Эта архитектура, конечно, экспрессионистическая и футуристическая. Это ни на что не похоже. Здесь нет отсылок к таким узнаваемых отсылок к архитектурным традициям. Это довольно сильно похоже на то, что делали художники в то время, типа Фенстерлина, или даже вот по, если мы представим, что это абстракция, что это могут быть какие-то фрагменты полотен Кандинского, в которых, в его абстрактных композициях иногда узнаваемы какие-то архитектурные мотивы. И уже вот в этом наборе мы встречаем какие-то работы, которые потом в реальности перешли в архитектурные сооружения. То есть наверху слева вы видите башню Эйнштейна, вот эту первую важную постройку, о которой мы будем говорить. А внизу это фабричное сооружение, вот это та начальная идея, которая, пройдя через ряд переработок, превратится в проект фабрики «Красное знамя» в Ленинграде. Значит, башня Эйнштейна, что это такое? Значит, заказчиком был один из сотрудников Альберта Эйнштейна, астрофизик. Эрвин Френдлих, он был виолончелист-любитель и музицировал вместе с Луизой Мендельсон. То есть это был ее знакомый, ее приятель, с которым она продолжала общаться, пока ее муж был на фронте. И он, обдумывая возможность строительства новой астрофизической обсерватории, обратился к Мендельсону. Почему башня Эйнштейна? Потому что эта лаборатория должна была подтвердить или опровергнуть положение теории вероятности Эйнштейна. Сам Эйнштейн там никогда не работал, но он там был, он осмотрел здание, его Мендельсон водил, показывал все подробно. Ну, представьте, это здание действительно ни на что не похоже, такого не бывает. И всю эту экскурсию Эйнштейн хранил в молчании, но потом был какой-то обед с обсуждением, тот сказал одно слово – органично. То есть он как бы одобрил, нашел подходящее слово, но, может быть, скорее всего, эта архитектура не очень соответствовала его вкусам, но он оценил ту попытку художественно выразить впечатление архитектора от теории Эйнштейна. Но все-таки, обладая некоторым техническим образованием, Мендельсон мог, по крайней мере, прочитать публикацию теории вероятности и художественно на нее отреагировать. Мендельсон очень верил в возможности железобетона, и он был уверен, что вот эта башня будет построена из железобетона. Он сделал чертежи, нормальные чертежи, планы, разрезы, фасады. В 19-м году началось строительство, нет, даже в 19-м году началось строительство. То есть вот война закончилась, чуть-чуть собрали денег, начали строительство, и выяснилось, что, конечно, это нельзя построить из железобетона. Невозможно было сделать опалубку такой формы прежде всего. Потом в некоторых местах толщина вот этого бетонного слоя была такая, что он бы никогда не просох. И в результате ее строили как придется. То есть там есть каркас, там есть железобетонные элементы, но там много кирпича, там есть какие-то забутовки. В общем, технической точки зрения сооружение очень слабое. Не было у него опыта для того, чтобы построить такую вещь, и не было строителей, которые представляли бы, как это можно реализовать. Тем не менее построили. Реакция была очень неоднозначной. Кто-то там говорит, что это что-то такое совсем. Какие-то инопланетяне у нас тут неподалеку от Берлина приземлились. Но учитывая, что это астрофизическая обсерватория, может быть, это не так плохо. Вот уже начиная с этого сооружения, постройки Мендельсона обязательно фотографируют и при дневном свете, и в темноте, потому что он рисует пятнами света, которые идут из окон. Это всегда создает какой-то особый образ. Вот ее построили. В 1924 году она заработала, а уже в 1927 году пришлось начинать серьезный ремонт, потому что она стала разваливаться. Вообще существование башни Эйнштейна – это, на мой взгляд, такой настоящий триумф воли. Ее не должно было быть изначально, она должна была много раз погибнуть. Мало того, что она сама по себе разваливала, в апреле 1945 года в нее попала бомба, причинив разрушения, не катастрофические, но, тем не менее, довольно сильно повредив здание. В 1978 году, видите, она стоит в лесах и разваливается, совершенно деградирует, но, тем не менее, на цветной фотографии вы видите то, как она выглядит сейчас. Уже в начале 2000-х была проведена очень серьезная научная реставрация, укрепили уже современными средствами, абсолютно не изменили облик, сделали такую же штукатурку, такие же интерьеры, и самое поразительное, она функционирует как астрофизическая лаборатория. Это скульптура, это абстрактная скульптура, она действительно органичная, отчасти биоморфная, можно сказать, это, конечно, подарок для фотографа, там множество интересных ракурсов и моментов, и все фрагменты сами по себе очень выразительны, при этом внутри, вот видите, там такой вот зал рабочий есть, очень уютный, я бы сказала. Вот эта лестница, которая ведет наверх, вот первая из спиральных лестниц, которую Мендельсон очень любил, ну и наверху там установлено аж пять телескопов, ну технику там, конечно, обновили, хотя исторически какой-то телескоп тоже стоит, и наверху раздвижной купол, ну купол это техническая вещь, он должен быть таким, но он тоже очень выразительно завершает, венчает эту композицию. А вот этот домик Мендельсон построил для Эйнштейна самого уже в конце 20-х, и это очень традиционное сооружение, наверное, это самые традиционные вещи, которую построил Мендельсон в своей жизни, ну, видимо, потому что таков был вкус заказчика. Вот это тоже невероятное сооружение, но даже с самим фактом своего появления, до 24-го года экономика Германии находится в ужасном состоянии, да, она развалена войной, страна выплачивает чудовищные репарации, вот эта вот дикая инфляция, ничего не строится, а тут вдруг что-то построилось. Значит, почему? Ну, не знаю, чем было экономически оправдано, вот такие инвестиции в производство шляп, но, тем не менее, соединилось два производства, и вот Штайнберг как раз был тоже приятелем Мендельсонов. И вы видите, это большая шляпная фабрика, это крупнейшее производство шляп в Германии, и архитектору дали полную свободу в том, чтобы это соорудить. Взялся за этот проект Мендельсон после поездки в Голландию, посмотрев на то, что делают авангардные архитекторы Голландии, ну, делали до войны, он посмотрел на искусство группы «Де Стейл», и он усвоил, значит, свой урок, то, что если он хочет работать железобетоном, он должен работать прямыми плоскостями. Тогда можно будет сделать опалубку. И вот эта шляпная фабрика – это экспрессионистское произведение. Действительно, эта кровля, она похожа на шляпу. Это все очень экспрессивно, очень выразительно, художественно, но при этом абсолютно функционально оправданно. Потому что понятно, что эти зубчатые кровли содержат световые фонари, а вот эта шляпа грандиозная, она венчает собой красильный цех, то есть место, где работают с ядовитыми химическими растворами, которые, испаряясь, естественно, вредят здоровью работников. И Мендельсон сделал систему вентиляции, там были задействованы электрические вентиляторы, но еще очень важно, что вот эти пары ядовитые, они очень быстро уходили наверх и оттуда уже изгонялись. То есть действительно, рабочие там все время получали свежий воздух и не подвергались воздействию ядовитых испарений. Помимо самой этой формы и кровель, Мендельсон здесь работает с кирпичной облицовкой, то есть основная конструкция железобетонная. Мы сейчас посмотрим на интерьер. Это голландские впечатления. Он кладет такие рубчики из кирпича, он делает углы, то есть это все чисто художественные элементы и весьма-весьма эффективные. Эта фабрика, конечно, тоже прошла все стадии. Как вы понимаете, она не работала благополучно до сих пор. Она и закрылась во время войны, а потом шляпы, в общем, ненужные в таких количествах, вышли из употребления. Стоял заброшенный. И опять же в 2000-е годы была отреставрирована. Отреставрирована на Гранд Евросоюза как памятник архитектуры, но в данном случае не удалось пока найти новые функции. Она находится на Атшибе, примерно в 50 километрах от Берлина. И пока вот эта оболочка прекрасная стоит пустой. Что, конечно, нехорошо. Вот вы видите систему сводов железобетонных. Тут все очень было уже хорошо посчитано. И, в частности, Мендельсон понимал, что нет необходимости делать столбы и несущие балки одинакового сечения. И вот ради эстетического эффекта он сузил их и книзу, и кверху. И получил такое подобие готической конструкции. И ощущение легкости, которое для него, так же, как и для большого количества людей, было связано просто с образом современности. Это очень современная архитектура для начала 20-х годов. И вслед за этой фабрикой, за этим индустриальным сооружением, я хочу показать другую фабрику, которая, я думаю, всем вам известна. Это единственное произведение Мендельсона, которое находится на территории нашей страны. И одно, собственно, из трех сооружений крупных европейских архитекторов, которые есть в России. Да, у нас еще есть Центрсоюз Ле Корбезье и библиотека Алта в Выборге. Вот три работы крупных европейских мастеров-модернистов. Центрсоюз работает, библиотеку Алта отреставрировали недавно прекрасно. А вот у фабрики Красное Знамя очень несчастливая судьба. Много лет обсуждались проекты ее реставрации и перепланировки. Ну, такое приспособление. А сейчас ее территория подвергается редевелопменту и есть риск утратить все, кроме вот этого блока, самого известного. Это электроподстанция, которая питала фабрику. И в русской литературе очень распространена версия о том, что все, кроме электроподстанции, было построено не по проекту Мендельсона и что он отказался от авторства. Так вот, это неправда. Давайте посмотрим. Вот что происходит сейчас. Там уже идет большая стройка и есть планы застройки двора за счет сохранившихся корпусов. Уже это, конечно, появление такого крупного сооружения рядом с памятником сильно снижает его выразительность. Корона вот эта в позднейшее советское время появилась, она не относится к первоначальному проекту. Вот мы смотрим. Первый эскиз, такой экспрессивный набросок в любимой Мендельсоном технике с использованием цветных карандашей. Вот то, что построили. Вот тот же блок с электроподстанцией. Значит, что изменилось? Ну, упростили. Мендельсон сделали более вертикальными стены. И Мендельсон был недоволен. Он показал, что вот эта шея должна вырастать из широкого основания. Тогда она будет более выразительной. Вот еще такой чуть более формальный эскиз. Но тут мы видим, что боковые стены уже практически вертикальными. То есть как они были построены. И вот здесь мы видим макет. который был сделан в 1926 году. Это макет Мендельсона. Он не чужой. И теперь вот мы смотрим на эра фотосъемка. Вот видите, вот эти вот три корпуса, они очень близки по своей конфигурации к рассильному цеху на шляпной фабрике. с такими же верхушками, шляпами, с такими же световыми фонарями в скатах кровли. Вот они здесь. И вот они же. Вот один укороченный, два. Они здесь. Блок электроподстанции. Вот эту часть построили в... Нет, вот эту тоже, кстати говоря, построили в 20-е годы. Там была вторая очередь строительства в конце 30-х годов, когда кое-что изменилось. Но тем не менее. И вот здесь мы можем сравнить макет двух фабрик. И совершенно очевидно, что это одна рука. То есть Мендельсон проектировал красное знамя, развивая те находки, которые он уже сделал в Германии. И вот мы видим фотографии 20-х годов. И вот так. Есть у меня способ показать. Вот этот блок. И вы видите, переходом соединяют вот эти цеха. Вот эти цеха со шляпами. Они построены. Вот, пожалуйста, фотография 2026 года. Это мне прислали защитники фабрики «Красное знамя». То есть это документация, которая доказывает, что то, что построено, построено по проекту Мендельсона. И совершенно нет никакого повода снимать эти цеха с охраны. Вот это блок, который идет вдоль улицы. Видите, его фасад тоже совершенно функционалистский. Такой, какой он был по проекту Мендельсона. Вот. Значит, насчет того, что он отказался от авторства. Мендельсон, конечно, был очень недоволен тем, как русские обращаются с его проектом. У него был немецкий ГАП, и, естественно, ленинградские архитекторы на месте вели надзор и как-то реально следили за строительством. Но сохранилось письмо, где он говорит об этом своем недовольстве. Говорит он так, что русские, они, конечно, верно воспроизводят основу проекта, но они не чувствуют и не понимают нюансов. То есть для него вот это недовольство было связано с тем, что утрачены тонкие нюансы его проекта, а не то, что это все построено не так. И он отказался заказывать фотосъемку готовой постройки, готовой фабрики, как он обычно делал со своими остальными произведениями. Но это не значит, никакого формального отказа от авторства не было. Он ездил в Советский Союз в 1925-1926 году. В связи с этой работой он, собственно, и в 1929 году не приезжал посмотреть, что получилось. И был в Москве, и не только в Ленинграде. И очень трезво наблюдал за тем, что происходит. И потом он изложил свои наблюдения в книге, но также он пока из командировки написал очень много писем своей жене. Вообще ценные очень источники его письма жене. И он воспринимал вообще русскую культуру как ориентальную, как восточную, и связанную с Византией, может быть, с исламским миром, может быть, с Индией, больше, чем с Западной Европой. И он считал, что это для него делает древнюю русскую культуру более родной, потому что он как еврей тоже чувствуется ориентальным человеком, и вот эта культура ему как бы близка и интересна. Именно духовность, русская духовность, выраженная в русской архитектуре старой. Вот эту фотографию церкви Вознесения в Коломинске сделал он сам, и это одна из иллюстраций в его книге. Эта книга объединяет наблюдения о России, Европе и Америке. Путешествие в Америку тоже было важно, и мы чуть-чуть попозже о нем поговорим. И при этом он считал, что современные ему русские архитекторы с одной стороны потеряли эту русскую духовность, потому что конструктивисты, функционалисты, а с другой стороны их вот эта вот рациональная фантазия это утопия, они очень непрактичны, они не думают о том, как на самом деле будут жить их постройки. Но надо сказать, что в 1926 году, что он мог особенно увидеть, постройок было чрезвычайно мало, все-таки он сам увидел проекты. Он считал, что превращать супрематические вот эти скульптуры архитектуры Малевича в архитектуру настоящую, это тупиковый путь. Но самое главное, он чрезвычайно был разочарован советской властью. Может быть, он и не был очарован изначально, но надо понимать, что в Германии, в Берлине он был, все-таки вот этот вот интерес был колоссальный к советской России, Баухаус тоже в тесном сотрудничестве находился, и Лисицкий был в Берлине. И была в те времена пропаганда, и, конечно, была надежда на то, что в СССР будет построено какое-то новое совершенное общество. Побывав в СССР, он сказал, что там очень, вот эта власть очень плохо заботится о народе, что они действительно там провозгласили какую-то утопию, при этом люди живут очень плохо, и для улучшения их жизни делается чрезвычайно мало. И в дальнейшем у него не было никакого желания продолжать сотрудничество с СССР, но за одним исключением. Конкурс на Дворец Советов был слишком важным и слишком большой приманкой, и в числе большого количества других западных архитекторов Мендельслоун послал свой проект. Но представьте себе, что вот это стоит на месте Храма Христа Спасителя. В общем, это не очень, наверное, было бы уместно. Такое массивное сооружение с таким очень примитивным силуэтом, но при этом нужно понимать, что с функциональной точки зрения это бесконечно более осмысленно, чем проект Теофана. функционально все продумано хорошо. То есть есть два вот этих гигантских зала, есть место для всех других функций, прекрасно продумана циркуляция, входы-выходы для огромного количества людей. То есть проект такой из лучших в том, что касается функциональности. Ну, естественно, его очень сразу отвергли. И вот этот проект, в каком-то смысле, был развитием вот этого проекта, чуть более раннего, в Берлине, кинотеатру «Универсум», который тоже имеет такой, видите, овальный план со сводом, приближающимся к куполу, перерезанным плоскостями. Ну, тут нет задника сцены, но вот эти плоскости – это воздуховоды. То есть это могли бы быть трубы, нет, они выведены в такую плоскость. Для чего? Для того, чтобы она служила рекламной поверхностью и напоминала о том, что внутри есть экран. Это гигантский кинотеатр, крупнее всех тех, которые существовали к тому времени. Он строился… Так вот, я неправильно написала, что это киностудия, это часть вот такого коммерческого комплекса, который проектировался с магазинами, развлекательными центрами и так далее. И здесь вы видите, то есть кинотеатр дополнен значительным количеством помещений для торговли и кафе, для того, чтобы это экономически все хорошо функционировало. Опять же, прекрасно продумана циркуляция, с функциональной точки зрения все совершенно прекрасно и очень хороший, удобный большой зал. Но вот если мы вернемся, значит, что тут еще? Значит, это здание, которое по самой своей архитектуре рассчитано на интеграцию с рекламой, со шрифтами, с изображениями. И в этом сказались как раз впечатления от американской поездки, от посещения Нью-Йорка. Мендельсона совершенно поразил Бродвей и Таймс-Сквер с его тогда уже безумным изобилием неоновой цветной рекламы. И он, в отличие от многих, которым казалось, что это очень пошло, что это уничтожает архитектуру, он решил, что это дает архитектуре дополнительные возможности. Архитектура с помощью этих шрифтов и меняющихся изображений может разговаривать, и это может оживлять ее поверхности. Вот это зал и фойе, то есть внутри никакого декора, но все рассчитано на то, что там могут появляться афиши, портреты актеров, все, что обычно бывает в кинотеатрах и при этом такие очень сильные по-прежнему экспрессивные изогнутые линии, которые формируют зал, потолок со светящимися полосами. И здесь вот эти проекты конца 20-х годов, они… Там есть следы экспрессионизма, но это ближе к тому, что называется «стримлайн модерн». Вот это американский термин, что обтекаемые формы, обтекаемые линии, скругления наряду с прямоугольными. И с технологической точки зрения, что тут понятно, что если железобетонная поверхность изгибается в одной плоскости, ее можно сделать, в отличие от… Такую скульптуру нельзя, а изогнутую в одной плоскости поверхность можно. Ну и что же, этот кинотеатр до сих пор существует и работает. Никому не пришло в голову его снести, хотя понятно, что сейчас такой большой зал для современных форм кинопроката неудобен, тем не менее, это все сохраняется, это функционирует в живом режиме, это не музей, не что-то, что сохраняется только ради архитектуры. Следующее сооружение, мне кажется, что тут как раз могли быть, могли сказаться какие-то впечатления от Советского Союза. За публикациями продолжал следить Мендельсон, он видел проекты, фотографии рабочих клубов, и вот он спроектировал в Берлине такой дом Союза металлургов, довольно крупный, с таким треугольным планом, с сложно расчлененным планом, скульптурный, и, обратите внимание, он имеет каменную облицовку. То есть, это тоже тут такой есть элемент ар-деко. Вот вы видите модель, на модели понятно, как это все устроено, треугольный участок, по фронтам двух улиц тут длинные корпуса, экспрессивно оформленный угол, и две скругленные перемычки, видите, не прямые, а скругленные, и очень много стекла, стеклянные полосы. Что делает Корбюзье, он тоже прекрасно знает, и считает, что, да, ленточное окно, для него это никогда не будет догмой, но это прекрасный выразительный элемент, и возможность пустить внутрь свет и отдать свет наружу вечером, создать очень эффектный внешний облик. Ну, понятно, такое количество стекла означает, что освещение еще дорого, а отопление дешевле. И вот там, вот в этой башенке, ну, не башенке, а как бы это сказать, здесь. Вот такая появляется винтовая лестница, то есть он доводит эту форму, да, вот он всю экспрессивность вносит туда. И видите, там стержень, это люстра, которая проходит через все этажи, и там чередуются трубчатые лампы и вот такие круглые светильники. Шарль. Ну, опять мы видим этот дом, отреставрирован. То есть все это прошло через период запустения, всему понадобилась реставрация, но практически все сейчас в очень хорошем состоянии, за вот этим исключением. Очень важны в германском периоде работы Мендельсона проекты универсальных магазинов. Вот тут как раз ему помогло то, что крупными торговыми фирмами действительно владели евреи, да, и через еврейское сообщество он получал эти заказы. Для сети универмагов Шокен он построил три здания, и вот это, наверное, самое такое эффектное, самое цельное в Штутгарте. И вот именно этот универмаг, это вот редкий случай, он был снесен в 60-м году, когда эту архитектуру еще не начали ценить. И что мы тут видим, да, это опять архитектура, которая сама себе реклама, да, магазин, так же как кинотеатр, но если это крупный, да, универсальный магазин, он должен быть заметен издалека, он должен манить к себе, он должен сигнализировать о том, что вот тут есть царство торговли. И весь нижний этаж – это витрины. Очень эффектный скругленный угол этим приемом Мендельсон пользуется потом много-много раз. И в архитектуру интегрирована надпись, вывеска, светящаяся вывеска. Значит, архитектор сам стал дизайнером шрифтов и вообще всего фирменного стиля, да, включая бумажки для чеков. И рекламную брошюру сделал для вот этой фирмы и для этого магазина. Вот с другой стороны он, этот универмаг сфотографирован. И внутри все оборудование деревянное, оно все тоже было частью общего архитектурного замысла. Оно как бы одновременно функционально и декоративно. Вот другой универмаг, тоже скругленным углом, таким более острым, чрезвычайно эффектно. И очевидно, что архитектура рассчитана на дневное и на ночное освещение. И обратить внимание на то, что у каждого этажа есть карниз. То есть это что значит, что Мендельсон не хочет считаться с такими нормами модернистской архитектуры, с тем, что делают его коллеги, потому что понятно, что и Мисс Вангерой, и Гропиус, и Корпюзье не стали бы такого делать, они бы сделали максимально ровную плоскость. Это скорее арт-деко, такая повышенная пластичность. И в этом сохраняется перекличка с теми самыми первыми скетчами, которые он делал во время войны. А вот здесь плоскость. Это другой универмаг той же фирмы в Хемнице. Он сохранился. И здесь это не просто стык двух улиц, а универмаг выходит на площадь. И, соответственно, его воспринимают не в ракурсе, а с довольно большого расстояния. И вот тут он делает ровную плоскость, пересекаемую ленточными окнами. Внизу подсечка, то есть навес образуется перед витринами, чтобы люди там могли прятаться от дождя и заодно разглядывать витрины. И наверху отступают террасы, там, где служебные помещения, чтобы в кабинеты пустить дневной свет, и чтобы сотрудники могли выходить, подышать на балкон. И вот эта формула оказалась чрезвычайно заразной, я бы сказала. Я вот не поставила картинки, но вот если вы себе представляете, Тель-Авив и знаменитый бульвар Тизенгофт, там на площадь выходят здания вот с такими скругленными углами, с такими полосами. А недавно еще я вот была в Алма-Ате, и там одно из таких важных сооружений советского модернизма послевоенного. Это гостиница Алма-Ата, она схожа по своему решению именно с этим универмагом. И вот он же в ночном варианте, эти светящиеся полосы, очень динамичные, конечно, это такой маяк, который зовет, идите все сюда, покупайте здесь все. А это современное состояние. Все. Ну, может быть, это во время ремонта, витрины пусты внизу, но тем не менее. В конце 20-х годов офис Мендельсона насчитывал 40 сотрудников. Тогда это было очень много. Для Европы это было очень много. Это уже начинается Великая депрессия, уже там все-все ищут работу. Нет, он чувствует себя достаточно хорошо и в эти годы строит себе прекрасный дом на крайне Берлина. У него был вообще повод построить в своей семье хороший дом. Вот в 28-м году у Луизы случился роман с каким-то музыкантом, она от него чуть не ушла. Но чтобы не допустить развода, он ей пообещал построить самый лучший дом, о котором они могли мечтать. И таким образом он преодолел это, свой семейный кризис. Ну, вот здесь вы видите, все построено на прямоугольных конфигурациях, на динамичных стыках объемов, на вырезах. Опять современное состояние, как бы не блестящее, но все-все целое, пережив всю эту германскую историю. Нацизм, войну. Ну, давайте посмотрим на то, как этот дом устроен. Это довольно интересно. Я вам показывала жилые дома, которые проектировали в то же время практически, да, и Мисс Ван-де-Роя, и Ле Корбюзье, но не говоря про Райта. Этот дом совсем другой. Он очень-очень удобен. Тут действительно первичная забота была сделать не эффектное архитектурное сооружение, а очень хороший дом. Он расположен на трех уровнях. Внизу, вот план вы сейчас видите, цокольного этажа, там служебные помещения и комнаты прислуги, и кухня. Вот это основной уровень, на котором находятся жилые комнаты семьи, и вы видите, что есть заход на этот уровень. То есть у него есть терраса наружная, терраса это мощеная, туда поднимаешься по лестнице, там есть какое-то количество зелени, и туда выходят комнаты. Ну что, это гостиная, естественно, с роялем, в доме все время звучит музыка, и столовая с круглым столом, и разные комнаты. И на третьем этаже, там уже спальня, для хозяйской спальни, да, с примыкающей ванной. Вот здесь вот. Вот. спальня девочек, здесь же есть такая домашняя, как бы, для непринужденного пребывания, такая гостиная, здесь будуар, мы сейчас его увидим, и где-то тут еще гостевая комната, ну, это комната, как бы дневная комната девочек, где они могут делать уроки, но там еще где-то есть комната с откидывающейся кроватью, где можно оставить, заночевать гостей. И вот это интерьеры. Конечно, когда архитектор строит себе дом, он не просто строит его себе, он еще использует его как рекламу, да, своих возможностей. И здесь Мендельсон заказал очень обстоятельную съемку, я вам покажу несколько кадров. Ну, вот этот дом, да, эта гостиная была таким центром интеллектуальной жизни, туда приходили самые разные творческие личности. И здесь все, как бы, очень комфортно, да, вся мебель тоже, естественно, спроектирована Мендельсоном. Очень хорошо продумано отопление, вот здесь, например, вот смотрите, еще включено искусство, вот эту вот роспись, значит, изображающую музыку, сделал не кто-нибудь, а Меде Азанфан, который в этот момент уже как-то не очень сотрудничает с Корбюзье и ищет себе другого партнера. На самом деле, дружба и сотрудничество Мендельсона и Азанфана продолжалось довольно долго, до середины 30-х. Они, например, обдумывали идею создания Средиземноморской академии искусства и архитектуры, очевидно, где-то там, на южном берегу. И второй кадр, второй кадр показывает гигантскую, ну, собственно, стеклянную стену, в гостиной, которая в этот момент просто убрана. То есть там можно было нажать кнопку, и огромное стекло уедет вниз. Ну, так же было на вилле Тугенхольд, у Миса. Но здесь вот видно, что Мендельсон мог себе такое позволить в собственном доме. То есть тут меньше стремление к авангарду, чем к комфорту, при этом использованы, конечно, все современные достижения. Вот вы видите хозяйскую спальню с бодуаром. Действительно, все, все. Никакого аскетизма тут не предполагается. И еще, значит, такое гидранистическое явление. Посмотрите, какой у него был винный погреб. Это тоже собственный проект. Видно, на какое количество вина он рассчитан. Эти фотографии сделаны в 1931 году, когда вилла достроена и закончена обстановка. И вот оно, собственно, семейное счастье. Вот эта семейная гармония восстановилась, видите, на стройке. Вот Луиза и Эрик просто сами физически принимали участие в каких-то работах. А на второй фотографии Мендельсон с дочерью на террасе своего дома. И все прекрасно. Но это 1931 год. Такая жизнь. В 1933 году приходят к власти нацисты. Мендельсон не то, чтобы совсем сразу понимать, что происходит. Например, когда был объявлен конкурс на Рейхсбанк, в котором участвовал мисс Ван Де Роя, за что его потом обвиняли в сотрудничестве с нацистами, у Мендельсона не взяли заявку. И он очень возмущался, что ему не дали принять участие в этом конкурсе. Но потом его вместе со всеми евреями уволили из Академии художеств. И тут он намек понял. И уехал в Англию. Уехал он туда как знаменитый архитектор по приглашению Королевского института британских архитекторов Риба. Открыл там офис. Через несколько лет получил, через два года получил британское гражданство. И по этому поводу такой был профессор в Ливерпульском университете, архитектор, который очень приветствовал приезд Мендельсона. Он сказал, ну таким образом империя обогатилась целым континентом, не потратив на это ни пение. То есть сюда приехал настоящий европейский архитектор, крупный, привез с собой вот эту современную архитектурную культуру. Может быть, вы помните, в Англии с модернизмом было не очень. Он медленно туда проникал и проникал именно через иммигрантов. Да, вот Бертольд Любеткин и Эрих Мендельсон. И Мендельсон там вступил в партнерство с Сержем Чермаевым, уроженцем Грозного. Тоже был очень любопытный персонаж. Ну вот я не знаю подробностей, но так, судя по фамилии, он может быть и чеченец, да, Чермаев? Не знаю. Но он из Грозного. У его родителей были нефтяные разработки. Они были очень богатыми людьми. Отправили сына учиться в престижную частную школу в Англию, чуть ли не в Харроу. А потом случилась революция, они все потеряли. И он не смог дальше учиться в Кембридже, как предполагалось. И занимался чем угодно. То есть, в частности, он был профессиональным танцором танго. Но как-то с годами он все-таки смог чего-то набраться и стал дизайнером интерьеров. И оказался очень подходящим партнером для Мендельсона, потому что Мендельсон ну как бы им нужен был местный человек, который знает общество, который знает местные строительные правила. Но при этом два аутсайдера таким образом соединились и открыли свое бюро. Не очень много им удалось вместе построить, но то, что построено, было очень замечено. это действительно из первых модернистских построек в Англии. И вот даже если мы смотрим на этот дом, Нимо, он очень сильно отличается от германских. Возможно, тут был вклад Чермяева, но здесь есть вот этот английский гедонизм. Это не уют, а это скорее вот такая вот готовность радоваться природе. И самое важное, что они построили крупное общественное сооружение, так называемый павильон де Лавар в курортном городке, приморском городке Бэксхилл. Значит, де Лавар – это местный лорд, который был и мэром этого городка, значит, он граф де Лавар, он был мэром и он был социалистом, как это иногда бывает в Англии. И он считал, что местным жителям нужно такое место, где они могли бы проводить свободное время без больших затрат и при этом массированно, то есть не большими группами собираться, а чувствовать себя частью городского сообщества. И там есть аудитория для концертов, театральных постановок, большая такая столовая, кафе и комнаты для разных занятий. Ну, вы видите, да, перед, вот, собственно, это павильон, перед ним нечто очень странное с беседочками, как ни странно, вот это появилось позже. Вот это проект, да, видно, что еще планировал строительство большого корпуса с этой стороны, видимо, гостиницы. Вот здесь большая аудитория, которая не была построена, а впереди должен был быть бассейн, наверное, подогреваемый, да, и вот пирс уходит в море. Вот, павильон, но это вот уже реализован, план реализованного сооружения, вот его частью является вот эта терраса открытая. Вот интерьер, да, очень много света, перетекающие пространства, вот вместе, да, с такими настойчивыми прямыми линиями фасада, здесь вот эти изогнутые линии лестницы, перил, да, все те же линии, с которыми он в 2014 году еще экспериментировал. Столовая, конечно, абсолютно, не столовая, наверное, это такая гостиная, абсолютно курортная такое, да, место очень приятное, думаю, никто бы не отказался там отдыхать. Ну, и опять, да, упадок, разруха, угроза сноса, а потом реставрация недавно. Теперь там центр современного искусства. Терраса, променад, но вот в Германии такое представить нельзя, да, а в Англии все вполне органично, хотя рядом стоят вот эти вот исторические домики, которые он, очевидно, хотел снести. Вот такой еще они построили дом, это последняя совместная постройка, я не буду его разбирать, я хочу обратить ваше внимание на то, что вот эта вот стеклянная стена, это не часть дома, да, это часть забора, огораживает сад от автомобильной дороги, да, чтобы в саду было тихо, и при этом не лишать растительности света, и защищать ее от ветра еще заодно, поэтому там так бурно все разрослось. Вот. Ча она еще закончилась. Получив британское гражданство, Мендельсон начинает работать в Палестине, да, которая тогда находилась под управлением Великобритании, и получает заказы, собственно, от кого? От своих же прежних германских заказчиков, да, которые тоже быстренько убежали из нацистской Германии, но те, кто смог, отчасти вынужденно, отчасти идейно присоединились к сионистскому движению, да, к работе над воссозданием Израиля. Вот. Но, как я уже говорила, еще в 23-м году первый раз Мендельсон ездил в Палестину и заодно в Каир, и вот для его работ в Израиле очень важно, что он не просто принес туда современную архитектуру, а то, что он хотел сделать местную современную архитектуру и считал, что для этого совершенно естественно пользоваться арабской архитектурной традицией. Ну вот в свете, да, всем нам знакомых израильско-арабских отношений это может быть немножко странно, но с другой стороны абсолютно логично, потому что это, да, та местная архитектура, которая лучше всего гармонирует с местностью, которая просто приспособлена к этому климату, в отличие от европейской. Вот они, значит, туда переместились. Так, значит, смотрите, тут я не совсем, значит, Вейтсман по-русски будет, Хаим Вейтсман, он был, когда заказывал этот дом президентом института Вейтсмана, значит, это институт, естественно, научный исследовательский институт, сам он был химик, но также вот один из крупнейших сионистов, и он впоследствии стал первым президентом государства Израиль, когда оно возникло после Второй мировой войны. Вот вы видите современную фотографию, и дом этот, немножко, видите, на него наступает современная застройка, но вообще этот треховод находится к югу от Тель-Авива, тогда это был холм среди сельскохозяйственных земель, и вот на вершине холма, как какой-то замок, появился этот довольно большой дом, абсолютно не похожий на все предыдущие постройки. Значит, центром композиции служит плавательный бассейн, вполне логично в этом климате. Но вот если мы вернемся, мы видим вот этот фасад, откуда вход основной, там такая как бы колонна, но это все та же винтовая лестница, но здесь она снаружи покрыта ребрами солнцезащиты, которые напоминают каннелюры. Это земля не только арабская, но и римская, там уместны такие ассоциации. И если мы посмотрим на план, то тут, да, есть сходство с древнеримскими термами, и это еще раз укрепляют позиции бассейна как центр композиции. Вот как там внутри, мы видим, что здесь нет больших ленточных окон, потому что, это важно не впустить свет, не пропустить слишком много жара. Там, где есть стекло, но это какие-то, вот как этот эркер, например, это комната, которая обитаема в определенные часы дня, оттуда можно любоваться видом, но все равно есть довольно сильно вынесенный козырек. Еще один частный заказ в Иерусалиме. жилой дом – это тот самый Залман Шокен, который владел вот этой сетью универмагов, для которого Мендельсон построил три универмага в Германии. Ему удалось не только убежать, но и вывести свои деньги. И он оказался на земле обетованной с достаточными средствами для того, чтобы построить себе огромный и великолепный дом с, видите, такими террасами. И здесь сад, посмотрите, как он спланирован. То есть он следует ландшафту. Это вот эти террасы холма. Он не переделан под регулярную планировку. Здесь нет попытки воспроизвести, например, английский ландшафтный сад. Здесь источником образа служат сельскохозяйственные поля на террасах вокруг. И обратите внимание, здесь, конечно, тоже… Я не буду так подробно показывать, но вот здесь тоже есть плавательный бассейн. И рядом такая пергола. Самое важное, самое крупное, что Мендельсон построил в Палестине, это университетский госпиталь в Иерусалиме на горе Скопус. На самом деле он проектировал весь кампус университета, но остальное ему не дали построить, но он построил гигантский госпиталь. И вот посмотрите на эскиз, то есть он видит с самого начала, это один из самых первых эскизов, свою архитектуру как часть ландшафта. Он выращивает ее из ландшафта, он ее извлекает из духа места. Рядом сохраняется арабская деревня, и он просто монументализирует те формы, которые он встречает в этих набросках. И вот как это выглядело в построенном состоянии. То есть там это большое здание из многих корпусов, они соединены в основном под прямым углом, под прямым углом, перпендикулярно, поставлены так, чтобы обеспечить и освещение, и вентиляцию, там, где надо солнцезащиту. И это действительно часть ландшафта. Ландшафт, конечно, с тех пор сильно изменился, но главным образом зарос, его оселенили. Тогда он был, видите, такой скорее пустынный. И вот этот двор, главный вход через такую тройную арку под тремя куполами, которые вообще никак не функциональны, это чисто архитектурная форма, которая обозначает, что это общественное здание, что это важное здание, что там не просто оказывают медицинскую помощь, но и занимаются наукой, то есть как бы возвышает эту архитектуру. Можно считать, что это арабский мотив, можно считать, что это византийский мотив, то и другое для Иерусалима уместно. Ну и еще обратите внимание, конечно, на то, что все облицовано камнем, так же, как я не сказала вам, дом Шокина облицован камнем, тем самым иерусалимским камнем, золотистым известняком, который просто обязательно, то есть правила строительства в Иерусалиме требуют использования такого камня вместо нормального для Мендельсона железобетонной штукатурки. И вот он вспоминает при этом Фрэнка Ллойда Райта, которого очень ценил, с которым встречался еще в Америке в 1923 году. И делает эту архитектуру как бы каменной по характеру. Вот еще фрагмент, где это здание выходит на склон холма. Ничего он не поминает? Ну, я не знаю, может быть, просто вам неизвестно. Дом советских писателей на озере Сиван. Никто не помнит картинку. Ну ладно. В общем, я когда-нибудь сделаю отдельную лекцию про то, как это все повлияло на нашу архитектуру. Но это вот фактически смотровая площадка. Вот сейчас, как выглядит входная зона, там буйный совершенно парк разросся. Все это не в идеальном состоянии. В Израиле нет такого пиетета к недавнему наследию. Ну и пока мы здесь, имеет смысл сказать о том, что Мендельсон строил в Иерусалиме, строил в Хайфе, он строил рядом с Тель-Авивом, и он ничего не построил в Тель-Авиве. Вот этот знаменитый белый город Тель-Авив, так называемый Баухаус Тель-Авив, его не то что не привлекал, а он очень пренебрежительно об этом всем отзывался, говорил, ну это все очень вторично, там то Корбюзье, то я, то я, то Корбюзье. Вот, там действительно подражание как бы тому и другому, больше, кстати говоря, чем Баухаусу, но в общем он считал, что это ниже его достоинства соревноваться с Тель-Авивом. Второй план 30-х годов он проводит в Израиле, но по мере того, как разворачивается Первая мировая война, Вторая мировая война, там прекращается строительная активность. было совершенно не до того, архитектору делать нечего. И зато его приглашают в Америку. Действительно, США совершенно поразительно воспользовалась нацизмом и войной для того, чтобы обновить свою архитектуру. Мы говорили о том, что зовут преподавать прежде всего, что Гропиус возглавил архитектурную школу в Гарварде, Мисс Ванда Роев в Чикаго, Мохой Нать тоже там устроил чикагский баухаус. И позвали преподавать Мендельсона, но причем ему там было вообще довольно сложно, потому что он переходил из одного университета в другой. Он преподавал в Колумбии, в Йелле, в Принстоне, где-то еще. В общем, нигде ему не дали возглавить архитектурную школу и ему не давали практиковать, пока он не получит американское гражданство. Похоже, что ему мешал тот факт, что у него есть британское уже, что он не прямо беженец. Он там, конечно, оказался в хорошей компании, продолжал, возобновил дружбу с своим кумиром Фрэнком Ллойдом Райтом. Также там оказался его близкий коллега, собственно, сотрудник его офиса берлинского в 1920-е годы Ричард Нойтер. Ну вот здесь они втроем сфотографировали в 1947-м году, а практиковать он начинает с 1949-го, что ли. И, видимо, этот американский период, он значительно менее яркий, я бы сказала, наверное, по многим причинам. Потому что ему было обидно, что его так вот не привлекают сразу к архитектурной практике из-за каких-то формальностей. Его ужасно задел проект музея Гугенхайма Райта. Соломон Гугенхайм мог бы заказать Эриху Мендельсону, а заказывает Райту, а при этом Райт, вот эта вот спираль, вообще-то больше похожа на ранние рисунки Мендельсона, чем на какие бы то ни было более ранние проекты Райта. И так вот, видимо, Мендельсон подозревал, что это он вдохновил старшего коллегу, в общем-то, старика уже, который, может быть, и не может порождать сам идеи. И когда он возобновил практику, ну, нет, он 46-го года, очевидно, значит, в основном его заказчиками были еврейские общины, то есть некрупные предприниматели, на которых он мог бы рассчитывать. И он строил синагоги, общинные центры, ну, вот это самый известный такой его проект, в Кливленде-Огайо, купол, ну, собственно, что это за купол? Это купол скалы, да, из Иерусалима, как бы на месте храма Соломона, мусульманский купол на храмовой горе, который можно апроприировать, да, как знак стремления к тому, значит, вечному Иерусалиму на, как бы, новой земле, да, Америка же это тоже своего рода, да, обетованная земля, и вот так он тут интерпретирует эту тему религии и еврейской обащенности. Вот этот план, посмотрите, это треугольный план, в чем-то прикликающийся созданием союза металлургов в Берлине, вот, но, а также, может быть, и с фабричными сооружениями, но чего-то такого принципиально нового он в свои американские постройки внести не может, то есть они, если чем-то отличаются, то большей приземленностью, что ли, да, меньшим полетом, чем все его более ранние вещи, и, может быть, самое интересное, что он сделал, открыв офис Сан-Франциско, да, то есть на западе, на западном побережье и на юге США, далеко, значит, от Нью-Йорка, далеко от Чикаго, вот этот частный дом, который он построил, дом Рассела, очень богатого человека, и дом роскошный, но при этом вот эта новая интерпретация, в общем-то, тех тем, которые он попробовал еще в своем берлинском доме, который был вынужден бросить, о котором скучал, но здесь появляются вот такие интересные выступы, балкончики, да, то есть если в доме Вейцмана в Палестине, да, там был один такой эркер, то здесь все-таки солнце не такое чудовищное, а кроме того, я так понимаю, что в этом доме уже был кондиционер, в отличие от того. Вот, значит, вот эти вот балкончики, да, они превращаются в такой художественный элемент, и посмотрите вот на интерьеры, да, это действительно модернизм уже середины века, да, тот самый mid-century modern, при этом преемственная связь с тем, что он делал на рубеже 20-30-х годов, тоже очевидно, да, и в формах мебели, и в расстановках, но все это более привольно, да, и более обобщенно, и больше открыто, ну, такому прекрасному, в общем-то, климату, и более привольно в смысле того, что видно, что это богатый дом, да, здесь можно все очень просторно поставить, можно большое разнообразие помещений себе позволить, и понятно, что за всем этим будут очень хорошо ухаживать, и не надо заботиться о том, чтобы просто было убирать. Вот это вот американская версия стиля Мендельсона. При этом, вот мне кажется, вот в том, что он так не развернулся в Америке, да, виноваты не только вот эти обстоятельства его приема, но и в том, что к тому моменту, как он там обосновался, начал строить, да, ну, к 46-му году уже все стало окончательно известно о том, что произошло с евреями в его родной Германии, в том числе с его многочисленными родственниками, да, то есть факт Холокоста, ну, никому не было легко пережить, да, но понятно, что выходцу из этой страны, из этой среды просто это действительно, видимо, его надломило психологически. И вот его последний проект для Нью-Йорка, для парка Риверсайд. Это проект мемориала Холокоста, мемориала 6 миллионов евреев, убитых нацистами. Этот проект не был осуществлен, но здесь мы видим, да, и прямую цитату из религиозного обихода, и работу с ландшафтом, да, то есть это терраса, врезанная в холм, и при этом вот эта стена, она как бы отрезает этот холм, да, это что-то, что совершает насилие над природой, это что-то, что нарушает порядок вещей. Этот проект, конечно, был для него очень важен, но, к сожалению, он остался неосуществленным. Так, ну вот, на этом я сегодня заканчиваю. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот если сравнивать приезд в Советский Союз Ле Корбюзье и Мендельсона, вот Ле Корбюзье принимали с таким восторгом, и ему фактически отдали конкурс на Центр Союз, а вот как принимали Мендельсона? Ну, очевидно, не так. Вот, и, скорее всего, он тоже был этим расстроен, хотя он приехал раньше, чем Корбюзье, и не мог сравнивать. Он зазнакомился с архитекторами, но никак, особенно его не принимали, как коллегу. И он себя чувствовал отчасти туристом, то есть он смотрел архитектуру старую, ну и то, что было из новой, пытался понять, что там, и, в общем, понял очень хорошо. Но он не был героем для нашей. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ